Сшить костюмы из ткани 19 века вручную. Сегодня такую роскошь трудно даже себе представить. Но только не жительницам Наринмара. Для них мастер-класс по пошиву Вологодского наряда провела мастерица из Санкт-Петербурга. Мастер-эксперт по народному костюму шьет одежду по точным выкройкам музейных экспонатов. За стишками мастериц наблюдала Валентина Чебичек. Традиционный народный костюм Вологодской губернии отвечает трем необходимым условиям. Натуральная ткань, традиционный силуэт и ручной пошив. Марина Шатковская знает толк в непростом ремесле. Уже не один десяток лет она сохраняет культурное достояние народов России. Например, этот женский головной убор, утюжок, был воссоздан по экспонату краеведческого заповедника Великого Устюга. Мастер считает, то небольшое количество одежды, оставленное нам предками и сохраненное в музеях, отличный материал для размышления. Я не ставлю цели, чтобы мы сегодня одевали сарафаны или одевали, скажем, вот такие традиционные рубахи. Моя, скорее всего, цель, чтобы мы всё-таки прониклись к одежде. Потому что знание традиционного народного костюма позволяет рождать в себе начало другого отношения к костюму. Жители прошлых веков рассматривали одежду не только как средство для прикрывания тела. Это был оберег, бальзам и защита. Для этого на одежде вышивали орнамент, непременно растительный. Растительной была и одежда, вернее, ткань. Марина Шатковская на своих уроках и мастер-классах использует только её. В поисках домотканного полотна ездит по России. Одна из последних экскурсий в Тульскую область. Добытое конопляное и льняное волокно требует особого подхода в обработке. Более тёплые, более приятные, подателые. И в то же время разные факторы. Смотрим, да? Здесь сразу смотрим, нам подсказывают, какие нитки лучше брать, какие швы лучше использовать, как лучше обработать края, как лучше соединить, как это делали наши предки. Опыт предков и эксперта по народному костюму будет полезным для наринмарских мастериц. Они смогут его использовать при пошиве костюмов народностей округа. Возможно, может возникнуть такой вопрос, почему мы сегодня шьём сарафан в Вологодской губернии. Я вам его отвечу. Узнавая культуру других национальностей, мы будем лучше узнавать свою культуру и будем беречь, и любить, и проникаться. В этом году Центр народного декоративно-прикладного творчества посетят ещё два мастера. Они научат наринмарских рукодельниц делать куклы из паперклея и обучат технике валяния шерсти.